Компания вот уже почти два десятка лет – один из основных стратегических партнёров края. В основном это реализация социальных проектов, строительство детских садов, спортивных стадионов, реконструкция школ. По словам Вениамина Кондратьева, участие компании в жизни региона – одна из важнейших составляющих многолетнего сотрудничества. КТК – это пример бизнеса, который готовый не только брать, но и отдавать. Притом, я скажу, что отдавать, наверное, больше от того, чтобы зарабатывать. То есть, в моём понимании, исходя из тех проектов, которые сегодня уже реализованы в крае, на самом деле это вызывает уважение со стороны власти, что вы настолько социально адаптированы и настолько инвестируете в реальную жизнь людей. Исходя из этого, мы готовы максимально вам содействовать в реализации всех ваших проектов, в понимании того, чтобы проблемы, с которыми вы столкнулись в нашем крае, не были для вас проблемами, и мы готовы максимально подключаться к их решению, ещё на стадии их появления. Компания подтверждает, что 100% то финансирование, которое было заявлено, и те объекты, которые были заявлены, они будут выполнены. Невзирая на то, что проект расширения заканчивается, и мы уже сегодня видим, что до конца года введём основные объекты, которые позволят создать профицит мощностей по трубопроводу для приёма нефти от производителей. В любом случае, по основной деятельности, те объёмы финансирования на социальные объекты, которые у нас обозначены, мы эту планку не будем опускать, будем эту планку поддерживать. При строительстве своих объектов компания особое внимание уделяет вопросам экологии, и в первую очередь населению, которое проживает в тех местах, где проектируются, строятся и эксплуатируются объекты КТК. Гендиректор заверил губернатора, что и впредь к этим вопросам они будут подходить с особой важностью. То, что касается экологической составляющей, у нас же объект находится на море. Я вчера непосредственно тоже осматривал наши выносные причальные устройства. Должен сказать, что техническая составляющая очень высокая, на довольно современном уровне. Мы по проекту расширения построили третье выносное причальное устройство, которое компьютеризировано, оборудовано датчиками и практически абсолютно не исключает попадание в воду морскую, чего-либо. Я подтверждаю, что мы будем стараться всячески ни в коем случае не нанести ущерб природе, потому что мы находимся еще в таком уникальном месте, Абрау-Дюрсово-Озереевка. Про экологию сказали. Это сегодня проблема, которая, конечно, волнует наше население, население Кубани, население Крышевского края. И мне очень отрадно и приятно, что вы тоже эту проблему не проходите стороной, и уделяете ей практически важнейшее место при оценке ситуации, при оценке работы компании. То есть вот это очень важно, потому что еще раз подчеркиваю, что жители, они здесь живут. И вы абсолютно верно сказали, что мы еще и курортный регион. Сегодня со всей нашей страны едут на наше побережье, поэтому экология сегодня приоритетна для нас, только потому что мы должны оставаться курортом. Это самое главное. И если эти проблемы вас сегодня волнуют и заботят, конечно, я тем более хочу сказать, что мы готовы оказать максимальное содействие и поддержку на территории нашего края. В этом году в реализацию соцпроектов «Края» предприятие собирается вложить больше 160 миллионов рублей. На эти деньги планируют построить газовую котельную в одной из школ Крымского района, сделать ремонт в поликлинике Новороссийска, а также благоустроить дом культуры в портовом городе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.